всем привет меня зовут андрей куда два назад я выложил первый раз инструкции по работе со скриптами диагностики автомобиля рено перен за прошедшее время накопилось несколько изменений в этих скриптах которые отражал в инструкции на драйве однако ручеек вопросов все равно поступал от пользователей и зрителей с выходом некоторых инструкций от блогеров содержащих ошибки количество вопросов резко увеличилась я решил переснять эту видео инструкцию чтобы раз и навсегда закрыть самые частые вопросы от зрителей пишите в комментариях стала ли инструкция понятнее и какие вопросы требуются раскрыть дополнительно если видео было полезно отметьте это чтобы я знал что кому-то это было нужно а теперь приятного и полезного просмотра уважаемые зрители несомненно для диагностики автомобиля рено каждый выбирает тот инструмент который ему более удобен и понятен данная видео инструкция будет посвящена установке настройки работе спирен однако бывают ситуации когда по разным причинам разобраться с этим приложением все равно не получается и в начале видео я обращу внимание на альтернативную разработку на базе пирен и клип это готовый пакет для работы под android который в себя включает и скрипты пирен и оболочку для работы базу клипа многие выбирают именно это приложение за простоту установки скачивать инсталлятор из блога разработчика или у меня с google диска устанавливается на телефон и собственно все запускайте приложение проверяете что база подгружена выбираете основные настройки адаптер язык для подключения к новой машине включаете кнопку scan и подключаетесь к автомобилю все меню похоже на то что будете видеть пирен и я с вашего позволения перейду к основной части оперен так как мне он удобнее имеет несколько плюсов такие как вот произвольных символов например при установке межсервисного интервала или вывод детализации описания ошибок советую держать на телефоне оба приложения и при необходимости иметь возможность работать любым из них а теперь я перейду к ремейку видео инструкции на пирен первое что нам нужно это правильно установить скрипт пирен я советую использовать обычный браузер для открытия ссылок и скачивания файлов они приложения drive 2 так как часто драйв не дает скачивать файлы на телефон самая последняя версия пирен всегда доступна на гитлабе разработчика ссылку приведу в описании к видео для скачивания нажимаем иконку download и выбираем тип архива также на страничке описано назначение скрипта его основные режимы работы клип или ddt описание дополнительных инструментов и приведен процесс инсталляции под разные операционные системы в том числе структура расположения файлов необходимой дополнительной библиотеки и приложения для удобства скачивания все необходимые для работы файлы я разместил в одном месте на google диске найти ссылку на гугл диск просто достаточно набрать в гугле пирен и найти мою заметку на драйв 2 по установке работе пирен открыть ссылку в шапке записи и выбрать необходимые файлы для скачивания напомню что ссылку на google диск нужно открывать из браузера открываем папку пирен и выбираем необходимые файлы для установки на android нам понадобится база клип в минимальной сборке архив с питоном версии 29 архив с пиреном и инсталляторы под android питон и скрипт лаунчер для возможности проверки в демо режиме можете также скачать пример сейф текус но если машина рядом можно сразу подключаться к ней когда файлы скачаны приступаем к установке я советую воспользоваться файловым менеджером total commander так как с ним не будет проблем ни с поиском скрытых папок ни с распаковкой архивов удобное и функциональное приложение перед установкой необходимо в настройках телефона разрешить установку приложений из неизвестных источников первым устанавливаем приложение sl4a script launcher for android он позволяет запускать скрипты сам скрипт пирен не использует доступ к телефонной книге или смс поэтому не обращайте внимание на предостережение следующим этапом распаковываем скачанный архив с питоном версии 29 в корень телефона должна получиться следующая структура архивов в этой папке устанавливаем приложение питон for android и открываем его владельцы новых телефонов с версии android старше 8 не переживайте по поводу надписи о старой версии все будет работать исправно по умолчанию приложение проверяет последнюю доступную версию в интернете и уведомляет о том что доступна версия 33 для большинства эта версия не подойдет и перен с ней работать не будет поэтому мы скачивали вручную версию 29 и будем ставить ее локально бывает ситуация когда несмотря на локальную установку телефон продолжает ставить 33 версию таких случаях я советую отключать интернет на телефоне выбираем local install и видим что доступна версия стала 29 она нам и нужна подтверждаем выбор через кнопку run local install после установки приложение можно закрыть также я советую сразу очистить демонстрационные скрипты питона который он разместил в нашем приложении скрипт лаунчер они нам не нужны и будут просто мешать а в нужную директорию мы распаковываем архив с пиреном обратите внимание на структуру папок и файлов нужно содержимое папки пирен мастер папка пирен со скриптами основной универсальный лаунчер то есть загрузчик через который мы будем запускать пирен дополнительный скрипт вас monitor для прослушивания коншины дополнительный лаунчер для опроса пробега в блоках лаунчер для создания бидов в приложении торг и системный лаунчер пирена два других файла нужны на компьютере для подготовки базы данных клип для автомобилей до 2018 модельного года достаточно использовать архив базы клип 182 версии распаковываем его распакованном виде база клип занимает почти 800 мегабайт если вы работаете только со своим автомобилем и вам не хочется тратить место телефона то после того как вы подключитесь к машине и откроете каждый блок по одному разу тем самым закэшировав данные исходную базу клипа можете удалить существуют и другие способы экономить место на телефоне но тем кто умеет ими пользоваться не нужна видео инструкция в итоге должна получиться такая структура файлов и папа установка пирен на телефоне завершена теперь можно переходить к практике работу спирен начинаем с выбора адаптера при выборе адаптера надежнее всего руководствоваться чипом на котором он сделан при этом версия 1.4 1.5 или 2.1 никакого значения не играет как уверение продавцов о назначении адаптера для дизеля или бензина выбирайте адаптер по чипу 18f25k80 адаптеры с одной платой или двумя работают одинаково я покажу два варианта сначала буду работать с bluetooth адаптером а затем подключу адаптер с вай фай подключаем bluetooth адаптер через настройки телефона иногда сопряжение с адаптером занимает около минуты адаптер bluetooth удобен при работе с торком тогда не будет теряться связь с интернет однако пирен на андроиде старший версии 8 с таким адаптером работает не всегда стабильно адаптер вай фай не рвет соединения однако одновременно с таким адаптером пользоваться интернетом на телефоне будет нельзя адаптер юсб подходит только для компьютера и имеет преимущество скорости когда требуется снимать данные для графика когда адаптер подключен открываем приложение скрипт лаунчер не обращайте внимание на предупреждение о версии приложение будет работать исправно и на новых андроидах можете разрешить с приложению сбор анонимных данных запускаем основной лаунчер пирен выбрав иконку с черным окном терминала все настройки лаунчера приведены в главном окне интуитивно понятны первое это папка со скриптами пирен далее язык базы данных клипа который будет использован при работе выбор типа адаптера bluetooth или вай фай и адрес вай фай адаптера включение логирования операций файл дополнительные параметры адаптера отключение функции аппаратного flow control если адаптер не поддерживает это однако лучше всего такой адаптер заменить и также отключение кэша на очень старых адаптерах для хороших адаптеров на правильном чипе эти настройки включать не нужно сай параметр подключения к автомобилям до 2008 модельного года слов и нет однако текущая версия скриптов пирен поддерживает автоопределение этого параметра и обычно его не нужно включать далее расположены чекбоксы для включения дополнительных опций сохранение дампа блока в файл для последующего анализа настроек блока на компьютере через функцию ddt и переключение пирен для работы со второй коншиной если она есть у автомобиля обычно на ней находится навигация мультимедиа но для подключения к ней требуется изменить распиновку самого адаптера ниже расположена строка для дополнительных ключей я иногда использую ключ минус в в для расширенного вывода информации о некоторых параметров и несколько других о них вы можете узнать в инструкции к пирен и в моих записях в самом низу находятся основные кнопки приложения старт основная кнопка запуска приложения пирен скан запуск сканирования нового автомобиля дема запуск пирен без подключения к автомобилю на основании сохраненного файла сейф текус со списком блоков машины макро запуск макросов для изменения настроек блока там где не хватает функционала клипа макросы работают как более универсальные скрипты которые я раньше делал по просьбе автовладельцев монитр кнопка запуска скрипта bass monitor для прослушивания сообщений между блоками в коншине кнопка апдейт обновляет скрипты пирен напрямую с гитлаба разработчика через интернет и важная кнопка чек елм для проверки адаптера перед началом работы с ним начинаем работу с новым адаптером всегда с этой кнопки и сканируем адаптер на поддержку необходимых нам команд в отличие от других приложений проверки адаптера которые обманываются китайскими подделками этот скрипт обмануть сложно и он даст ответ будет ли работать адаптер с пирен или нет после запуска скрипта он перебирает все необходимые команды и анализирует ответ 11 ошибок хороший результат и адаптер будет полноценно работать если ошибок больше или сканирование зависло адаптер нужно заменить размер шрифта быстро можно поменять через кнопки громкости телефона либо найти контекстное меню приложения и выставить размер шрифта там в разделе терминал в каждом андроиде контекстное меню вызывается по-разному и нужно искать инструкцию к вашей модели мне пришлось включить на экранные кнопки и вызывать контекстное меню через них когда мы убедились в работоспособности адаптера можно переходить к подключению к автомобилю запускаем как обычно основной лаунчер пирен и выбираем на сервис кнопку старт так как это первый автомобиль то пирен предложит выбрать модель машины перелистывать список можно вводя символ н возврат на предыдущий экран символ и выбрав нужную модель ждем сканирования всех ее блоков на андроидах старшей версии 8 при работе с bluetooth адаптером бывает что связь с ним рвется если это случилось полностью отключите bluetooth на телефоне переподключите адаптер в разъеме обд автомобиля и повторите попытку сканирование можно проводить как на только включенном зажигание так и на заведенном двигателе однако никаких ремонтных работ изменения параметров и даже сброса ошибок на работающий моторе делать нельзя когда все блоки отозвались пирен создает по ним файл сэйф текус и в последующих подключениях не будет опрашивать их заново а сразу будет переходить в главное меню с их списком если вам нужно просканировать все блоки заново удалите файл сэйф текус в папке пирен и повторите сканирование если вы подключаетесь к чужой машине то для разового сканирования удалять файл сэйф текус не нужно и достаточно запускать сканирование через кнопку скан когда сканирование завершено и на экран выведен список всех найденных блоков справа указано количество ошибок в них при последующем подключении сканирование ошибок первым не делает и справа будет указан только тип блока чтобы просканировать ошибки нужно выбрать пункт rescan error в моем примере для этого надо ввести число 16 нажать ввод вся навигация выполняется в перен цифрами и символами через ввод с клавиатуры бывает что телефон использует автозамену или заменяет какие-то команды поэтому если на ваш ввод команды перен не реагирует или вы видите что введено что-то произвольно отключить автоподстановку в телефоне чтобы посмотреть ошибки открываем нужный блок моем примере это будет цкбс центральный электронный коммутационный блок салона вводим номер 4 при открытии блока в первый раз данные из базы клип кашируются и для больших блоков таких как рб у двигателя процесс на слабых телефонов может занять несколько минут когда блок открыт доступен список основных функций я пойду по ним по порядку и буду давать небольшие комментарии и показывать пример первое проверка ошибок зайдя в этот раздел мы получим информацию об ошибках как активных будет написано alive так и сохраненных в памяти будет написано memorize при этом надо понимать что сохраненная ошибка не всегда значит старая просто фаза проверки обновления статуса по ней еще не повторилась например так бывает при выходе из строя свечей накала свеча неисправна всегда но ошибка по ней в статусе memorize в моем блоке две ошибки одна по цепи задних противотуманок вторая от датчика давления колеса чтобы получить детализацию по каждой из них открываем ее по порядковому номеру в разных ситуациях доступен разный список связанных параметров и также может быть дополнительный контекст с уточнением неисправности если ошибки понятны их можно стереть для этого выбираем пункт clean error он всегда последний в списке и пишем yes для подтверждения повторю что все работы и сброс ошибок делать только на остановленном моторе и включенном зажигание обращу внимание еще на такую особенность бывает что списке количества ошибок ошибки есть а в самом блоке список ошибок пустой это происходит чаще всего из-за незначительных ошибок как правило косвенных для которых нет кода и соответственно расшифровки в базе клип сам клип такие ошибки также не фиксируют для проверки этого выполните очистку блока и зайдите в блок через некоторое время снова второй пункт в каждом блоке идентификационные данные здесь содержится информация по версиям блока номеру вин например дополнительным устройством таким как сопряженные датчики давления информация по вин блока полезна при проверке автомобиля например перед покупкой у меня был случай когда перекупа продавали конструктор смененный панорамной крышей и блок управления этой крыши был с чужим вин информация о версиях будет полезна уже при изучении блоков через ddt если это интересно я попробую подготовить отдельное видео по теме ddt чтобы не усложнять этот ролик пункт 3 системные статусы некоторые статусы вынесены в базе клип в отдельное подменю системных статусов я не знаю почему там сделано такое разделение когда блок открывается в самом клипе все значения и статусы и переменные расположены в одном большом списке однако если смотреть исходную базу клип разделение параметров там есть поэтому в пирен это разные подпункты тому же такое разделение на группы для пирен удобно во первых это быстрее опрашивается через более медленный адаптер по сравнению с клипом во вторых на экране телефона удобнее смотреть сгруппированные меню они перебирать на маленьком экране значения из большого списка 4 пункт системные параметры повторюсь я не знаю какому признаку французы разделяли эти параметры смысл этого меню точно такой же проверка статуса разных переменных что включено что выключено какие значения при том не настройкой а именно текущие значения например тут можно увидеть включение отопителей салона и обогреватель заднего стекла открытие дверей или работу фар в других блоках будут свои параметры и статусы в принципе вы можете сами подготовить меню для своего блока это несложно но требует времени и аккуратности если интересно спрашивайте в комментариях я расскажу дополнительно пятый пункт системная конфигурация а вот настройки блока доступны в разделе системная конфигурация как настроена например географическая зона или лампа дневных ходовых огней следующие пункты уже потенциально более опасны для автомобиля потому что они выполняют некоторые действия с ним открывает этот список тесты при этом данный пункт будет полезен при диаграмме диагностики и проверки блоков например можно проверить что реле обогреватели щелкают включаясь что свет зажигается и так далее но не стоит запускать все подряд не изучив то как работает команда и зачем она нужна приведу пример с обогревателями салона выбрав тест первого реле я вижу что будет отправлено несколько команд по всей видимости это включение и отключение реле четыре раза подтверждаем выполнение команды набрав yes на клавиатуре нажав вход так мы убедились что реле работают бывает что автомобили с установленными тенами они выключены в данном тесте мы можем убедиться что сами реле рабочие и устройство может включаться о том что надо делать для их активации если интересно я расскажу в другой части функционале ddt раздел изменения конфигурации как правило все самые интересные команды из общего меню скрыты и в этом разделе присутствуют только базовые команды я не буду их пробовать так как не знаю к чему они приведут также следующий раздел программирование вин есть более интересное меню мы до него еще дойдем девятый пункт сбросы в этом блоке представлен только спрос ошибок но бывают и другие команды например сброс адаптации топливной системы после которых автолюбители получают кирпич поэтому если нужно использовать такие команды обязательно следует изучить инструкцию по ней сценарии сценарии это несколько последовательно отправляемых команд с чтением и контролем их ответов как правило сценарии впервые не поддерживаются кроме самых основных таких как прожиг сажевого фильтра перен доступны дополнительные команды например в сценарии можно ввести ключ шоу и перен покажет связанные параметры и отдельные команды из которых этот сценарий состоит если такая информация присутствует с помощью этого можно например понять как с помощью отдельных команд прописывать форсунки последнем пункте может содержаться служебная информация такая как пробег с момента появления ошибки отдельно стоит обратить внимание на работу со скрытой командой cmd эта команда позволяет открыть меню в котором будут доступны все команды возможны для данного блока от тестов и сбросов до изменения параметров и всех сценариев вводится эта команда в любом месте в любом меню и после ввода нужно перезайти в блок и открыть новый пункт extended command set как видите в данном списке команд больше а значит больше шансов положить свой блок и получить кирпич на колесиках будьте аккуратны и при любой возможности изучайте документацию и инструкции например через пирен на компьютере можно сделать выгрузку документации из полной базы клип для машин новее 2009 года а также пользоваться диалогисом и интернетом заключение как и обещал я покажу подключение и работу с адаптером вай фай раньше мне больше нравился вариант с bluetooth адаптером так как всегда сохранялось подключение к интернету однако из-за особенностей новых андроидов bluetooth работает навсегда стабильно и сейчас надежнее использовать вай фай прежде всего подключаем адаптер к автомобилю включаем зажигание подключаем телефон к адаптеру в настройках телефона лучше отключить возможность подключаться на мобильную сеть если подключение к интернет через вай фай недоступно либо отключить передачу данных в настройках для подключения к адаптеру перено нужно знать его адрес я встречал разные варианты адаптеров вай фай и как правило встречаются два варианта адресов 192 168 0 10 и 192 168 1 10 как правило адрес приводится в документации к адаптеру либо его можно определить исходя из того адреса который получил телефон подключившись к нему у телефона следующий адрес из той же подсети то есть если у меня адрес на телефоне 192 168 0 11 то адрес адаптера 192 168 0 10 порт как правило у всех 35000 используем эти настройки в перен и подключаемся к адаптеру в работе адаптер полностью аналогичен и быстрее он работать не будет на мой взгляд для андроида и рено не так много интересных и полезных программ перен надеюсь разобрали теперь не будет проблем с его установкой и использованием пиклип то чем я сказал в начале видео простая и удобная версия перен хотя имеющая чуть меньше функций торг с реношными пидами на мой взгляд то что я разбирал в прежних видео не утратил актуальности и можете это также посмотреть и использовать и есть еще приложение эку твикер это серьезная программа работающая с базой ddt и на мой взгляд инструкция новичка для таких инструментов не нужна если что-то непонятно то лучше эту программу не трогать в заключение о том где искать некоторые важные файлы которые появляются после работы с программой файл сейф текус в нем содержатся найденные блоки папка с файлами log в ней будут храниться логи если вы их включили блоги помогут разработчикам с возможными ошибками папка дамп не будет сохранен там то есть основные параметры каждого блока это не все данные и ddt на компьютере сохраняет данных больше но для андроида с базы клип это тоже очень хорошо благодаря этим программам на телефоне с андроидом можно исследовать блоки автомобиля проводить диагностику читать параметры помните что диагностика это в первую очередь знания и опыт и сложных ситуациях обращайтесь к профессионалам собственно на этом все пишите в комментариях было ли полезно это переснятое видео и какие бы функции или приложения вы бы хотели посмотреть будущем спасибо за внимание субтитры сделал DimaTorzok